Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество известного французского писателя Ромена Ролана. Ромен Ролан прославился не только на родине во Франции, но и далеко за ее пределами, все благодаря его умению прописывать разные грани личности, обусловленному любовью ко всему человечеству. Он был писателем, драматургом, автором пацифистских статей. С помощью своих работ он пытался изменить и улучшить мир. Творчество литератора и сейчас любима множеством читателей. Ромен Ролан родился 29 января 1866 года в Кламсе, на юге Франции, в семье нотариуса. От матери он унаследовал любовь к музыке. Научившись играть на фортепиано, мальчик мечтал стать пианистом. И хотя судьба его связала с иным видом творчества, музыкальное искусство занимало очень важное место в жизни Ромена Ролана. В 1880 году родители переехали в Париж, чтобы дать сыну образование. Спустя шесть лет Ромен окончил лицей Людовика Великого. Поступил в высшую нормальную педагогическую школу, одно из лучших учебных заведений во Франции. Там молодой человек начал изучать философию, но отказался от этого направления, чтобы не подчиняться господствующей идеологии. Получив образование историков в 1889 году, Ромен Ролан отправился на стажировку в Рим. Последующие два года ярко впечатлились в памяти писателя. Италия, сосредоточие изобразительного и музыкального искусства, подарила Ромену удовольствие лицезреть шедевры эпохи Возрождения. После возвращения во Францию, Ромен Ролан защищает Сорбоннскому университете диссертацию, которая была посвящена происхождению современного ему оперного театра, а также истории европейской оперы. В 1895 году он получает звание профессора истории и музыки. После этого он начинает читать лекции. Сначала в Экуль-Нормаль, а затем мы в самом Сорбоннском университете. В 1901 году он основывает музыковический журнал на пару с известным французским музыковедом Пьером Обри. К этому периоду принадлежат несколько его программных работ «Музыканты наших дней», «Музыканты прошлого» и «Гендель». В качестве писателя Ромен Ролан становится известен в 1897 году, когда он дебютирует в печати с трагедией под названием «Святой Людовик». Она становится основой так называемого драматического цикла «Трагедии веры», в который также вошли его произведения «Настанет время» и «Аэрт». Первым серьезным трудом Ромена Ролана считается жизнь Бетховена, которая вместе с биографиями жизни Микеланджело и жизни Толстого составила цикл «Героические жизни». Одновременно с жизнеописаниями деятелей искусства Ромен Ролан работал над важным произведением в своей библиографии – романом Жан Крестов. Это соединение божественной комедии «Данте» и страданий юного Вертера – Гёте. Главный герой Романа – немецкий музыкант, который, преодолевая своеобразные круги ада, ищет житейскую мудрость. Образ был навеян личностью Бетховена, чей жизненный путь вдохновлял знаменитость. В предисловии к одной из глав Ромена Ролан отметил, что повествование в его Жан Кристофе течет как река. На основе этой мысли француз изобрел жанр роман-река, который был присвоен произведению, а затем и очарованной душе. Здесь, в центре повествования, женщина, которая борется за свои права и преодолевает невзгоды. Во многом благодаря творению Жан Кристоф 23 мая 1915 года Ромен Ролан удостоился Нобелевской премии за идеализм художественных произведений, за сочувствие и любовь к истине, с которой он описывает различные человеческие типажи. В период Первой мировой войны писатель выступал против боевых действий, пропагандировал идеи пацифизма. Он выпустил два сборника антивоенных статей над схваткой и предтечи, поддерживал политику Махатмы Ганди. В 1924 году Ромен Ролан выпустил биографию Ганди, а спустя шесть лет они познакомились. Ромен Ролан активно переписывался со Львом Толстым, приветствовал февральскую революцию и одобрительно относился к Октябрьской революции в России 1917 года, но при этом страшился ее методов и идей. Цель оправдывает средства. Ему больше нравились идеи непротивления злу, насилием Ганди. С 1921 года он переезжает в Вильнёв, в Швейцарию, где активно работает и переписывается со многими писателями. Путешествует в Лондон, Зальцбург, Вену, Прагу и Германию. В 1936 году выходит сборник статей и эссе Ромена Ролана под названием «Спутники». В нем писатель останавливается на жизнеописаниях творческих людей и философов, которые оказали влияние на формирование его мировоззрения. Это Гёте, Шекспир, Ленин, Гюго. В 1939 году Ромен Ролан пишет пьесу «Робеспьер», который завершает революционную тематику в своем творчестве. В ней он рассуждает о терроре, которому подвержено любое общество сразу после революции. При этом в итоге он приходит к его нецелесообразности. Обрести счастье в личной жизни Ромену Ролану удалось не сразу. Его первой женой стала Клотиль де Бриаль, с которой он прожил около 10 лет. Супруга поменяла Ромена Ролана на другого мужчину, что он переживал тяжело, но не переставал творить. В 1923 году Ромен Ролан получил письмо от Марии Павловны Кудашевой, урожденной Майи Кювилье, в котором поэтесса высказывала мысли о Жанне Кристофе. Между творческими людьми завязалась переписка и с помощью Максима Горького Мария получила возможность посетить Ромена Ролана в Швейцарии. Между ними возникли романтические чувства, чему не помешала разница в возрасте почти в 30 лет. Мария стала женой писателя в апреле 1934 года и была с ним до последних дней жизни. Совместных детей у пары не было. Мария пережила Ромена Ролана на 41 год и была похоронена рядом с ним. В оккупации во время Второй мировой войны Ромен Ролан работает над автобиографией «Внутреннее путешествие», которую завершает в 1942 году. Уже после его смерти выходит труд «Кругосветное плавание» и масштабное исследование творчества Петховена, которое известно под названием «Петховен. Великие творческие эпохи». Последняя книга писателя под названием «Пегги» выходит незадолго до его смерти. В ней Ромен Ролан описывает своего близкого товарища, редактора двухнедельных тетрадей, поэта и полемиста. В посмертных мемуарах, которые увидели свет в 1956 году, можно проследить сплоченность взглядов Ромена Ролана в любви к человечеству и всему миру. После смерти Ромена Ролана его жена Мария и сестра Маглен основали общество друзей Ромена Ролана. Первым его возглавил поэт Поль Клодель, а среди участников были многие знаменитые деятели искусства. Это позволило увековечить память о великой знаменитости. Всем спасибо за внимание!